Тема сегодняшнего вебинара – межсезонье, если бег зимой. Конечно, приход зимы не является неожиданным ни для кого. Все мы готовимся, покупаем новую одежду, новую обувь или достаем ту, что имелось. Но, тем не менее, несет определенные сложности. И самое главное, конечно, это мороз, морозный воздух, морозный ветер. Но также и слякоть, снег, большие проблемы с покрытием. Таким образом, даже привычные трассы, если кто-то бегает в лесу, в парке или в подобных местах, становятся недоступными. Приходится искать себе новые места для бега, преодолевать разные и другие сложности. И, конечно, более актуально этот сегодняшний вебинар для совсем новичков. Но я постараюсь занести вам максимально полезную информацию и для тех, кто уже не один год занимается бегом. Итак, какие же причины, чтобы бегать зимой? То есть, чем можно себя подбодрить, чтобы вы вышли на пробежку, хотя на улице темно, темно рано и темно поздно. Ну, во-первых, вы развиваете свои морально-воевые качества тем, что ваше удовлетворение от проделанной тренировки будет гораздо выше, чем, например, в летний теплый солнечный денек или по утренней прохладе. То есть, когда вы выйдете в эту темноту и сделаете намеченную пробежку, то вы гораздо больше себя уважать будете. Во-вторых, это закаливающий момент имеет в себе, так как контраст воздуха теплого вмещения, откуда мы выходим, и холодного на улице. Если вы используете еще и снег для небольшого обтирания и ныряния во время банных процедур, то, как вы понимаете, летом этого нет. Если вы… Одно из ваших целей в занятии бегом – это поддержание или сконка веса, то есть приведение себя в форму в плане веса, то, как вы знаете, человек в зимний период, как любое, наверное, животное создание, имеет тенденцию к набору веса. И если не сохранять физическую активность, то это будет еще более выражено. Если же вы будете поддерживать свои пробежки, то все будет с этим хорошо, я вас уверяю. И четвертая, но, наверное, не последняя причина – это то, что вы можете использовать это время для развития специальных беговых качеств, которые вам пригодятся в их тренировочной и, самое главное, соревновательной деятельности, чтобы получать меньше травм, получать больше удовольствия от ваших тренировок. Несмотря на то, что тема вебинара заявлена как «Если бег зимой», для меня не возникает вопроса, бегать или не бегать в этот нелегкий период. Потому что перед всеми бегунами этот вопрос не должен стоять. Ведь если вы уходите на так называемые беговые каникулы более чем на одну-две недели, то это вам может стоить потерянной формы, которую вы с таким упорством вырабатывали весь прошедший весенне-летний сезон. При этом если не побегать 3-4 недели, то ваша так называемая аэробная форма уже снизится. И на какой процент – это довольно индивидуальный показатель, но вам точно придется возобновить беговые тренировки существенно более низких объемов и существенно более низких скоростей. При этом чем меньше стаж занятий бегом, тем сильнее это будет выражено. То есть у тех, кто бегает 4-5 лет, или 3 хотя бы, уйдет где-то 2-3 недели на возвращение к привычным скоростям. Если же вы новичок, то будьте готовы к существенно более длительным промежуткам. До двух месяцев вы можете бороться с теми скоростями бега, которые вам были привычны, если вы готовились к марафону или полмарафону. И, соответственно, достижение показателей выносливости и улучшения по сравнению с достигнутым ранним уровнем будет намного больше времени. И в моем тренерском опыте это просто неоднократно находило подтверждение. Отчасти это связано и, конечно, с большей одеждой и хуже покрытия на улице, нет сцепления такого же, как летом. Но и другое тоже, вот все эти причины, они имеют место. Что касается силы бегуна, то здесь падение происходит менее быстро, но поскольку вы все-таки, мы же сохраняем какую-то общую жизненную активность, но если вы делали специфические упражнения беговые, то есть специфичные для бегуна те упражнения, о которых я не устаю говорить, то вот их как раз-то вы же не будете выполнять, и вот это вот те мышцы, те волокна, которые вы задействовали в специфических упражнениях, они будут, конечно, ослабевать. Что же можно сделать, какой вывод из вышесказанного? Ну, понятное дело, что первое – это не бросать занятия надолго. То есть пробежали вы марафон, ну, хочется очень отдохнуть морально и физически, дайте себе, ну, я обычно рекомендую 3-4 дня. Ну, до недели, да. А потом все-таки стоит возобновлять пробежки. Пускай они будут маленькими, пускай они будут меньше по количеству, то есть 3 раза в неделю хотя бы. Но они нужны, потому что вы сами себе скажете спасибо. И тем более, что зимой можно от них получить хороший эффект в улучшении себя, как бегуна, с меньшими усилиями. Вот. И первое, что я хочу коснуться, это МПК. То есть МПК – это такой магический показатель, да, это максимальное употребление кислорода. Наверняка вы о нем слышали не раз и даже читали. Так вот, чтобы его прокачать, чтобы его улучшить, достаточно всего-навсего делать короткие ускорения. Но вкратце я сейчас скажу, что же это такое. Это способность организма, точнее, способность мышц утилизировать кислород. То есть дыхание, употребление кислорода – это не только акт вдоха и выдоха. Это включает в себя транспорт крови, точнее, транспорт кислорода через мембрану легочную, мембрану легочных крови, привносных сосудов, транспорт к мышцам и способность мышц экстрагировать этот кислород. То есть его как бы вытянуть, потом окислить глюкозу и вывести его в виде углекислоты в атмосферу. То есть вот этот весь процесс, он регулируется множеством ферментов, большим количеством ферментов, которые мы как раз тренируем в тренировках. И чтобы эти ферменты наилучшим образом стимулировались и поддерживались, и даже, может быть, их увеличилось количество, вот нужно делать ускорение быстрое в таком субмаксимальном темпе, то есть 20-30 секунд или 100-150 метров. Если вы можете бегать в горку, то есть найдете какой-то подъем короткий, то это даже еще и короче расстояние будет, там, 50 метров. Но я об этом скажу чуть позже. Но если мы перейдем в практике, то, я думаю, даже в зимний период достаточно проще будет найти вот такой вот участок длиной 100-150 метров, расчищенный, да, с хорошим асфальтом, будь то набережная там или какое-то еще место, где нету сильного движения транспорта и большого количества людей. И всего-навсего там делать, начать с пяти раз по 100 метров, до десяти раз по 100 метров довести. Важно при этом давать полноценный отдых между отрезками такими, то есть либо столько же пробегать с ружцой или шагом проходить, либо чуть больше, чтобы ваше дыхание устанавливалось, и мышцы освобождались от молочной кислоты, которая появилась за этот момент. При этом, если вы специально не готовитесь к какому-либо соревнованию, то фактически ваша стратегия зимой, ваша задача зимой – это сохранить форму и, по возможности, ее чуть-чуть улучшить. Ну, по возможности, чуть-чуть улучшить, в частности, вот только что говорил, в плане МПК. И здесь хочу дать несколько советов, что можно же делать. Во-первых, нужно сконцентрироваться на выполнении упражнений по улучшению техники бега. Ну, скорее всего, если вы не готовитесь к весеннему старту, раннему, там, конец марта или до середины апреля марафону, то вы не будете делать большое количество длительных тренировок или какие-то серьезные интервальные темповые. Да, поэтому можно посвятить некоторое время вот таким вот упражнениям, в том числе беговым и ОФП. То есть, таким образом, объемы можно немножко пренебречь, по крайней мере, на начальном этапе зимы, и добавить вот новые упражнения. Включить в тренировку небольшие ускорения, которые, вот я сказал, направлены и на МПК, и на силу. Как на силу ускорение действует? Возьмите подъем, причем можно даже такой подъем крутой, как лесенка, если лесенка есть. Вот, например, в Нижнем Новгороде есть лестница Чкалова. Если есть нижегородцы, вы меня понимаете. Вот. Те же самые 20 секунд, неважно, сколько метров, пожалуйста, очень можно бегать и получать от этого пользу. Что касается тренировки на панно, то есть, или на пороге науровного обмена, это та скорость, которую вы можете выдержать в условиях соревнований, соревнований на менее часа, чуть-чуть менее часа, то есть, на 10-15 километров. Их надо включать по возможности. То есть, если есть хорошая погода, хороший какой-то продолжительный участок, ну, продолжительный, я считаю, километр, то изредка можно включать и их. То есть, не обязательно каждую неделю. И тогда вы будете поддерживать себя в очень нехорошей форме и даже немножко развивать. Поэтому, как я сказал, вот достаточно в неделю одной интервальной тренировки и одной вот такой вот более быстрой, когда пульс ваш приближается к диапазону 165-170 ударов в минуту. Если же какой-то погодный катаклизм происходит, то есть, много снега выпало или, наоборот, оттепились лякоть снеговой кашей, то здесь, конечно, качественную по скорости тренировку делать очень трудно. И даже, более того, есть вероятность там травмы получить в таких условиях. Поэтому можно заменять простой аэробной пробежкой. Она будет очень полезна. И вообще, за весь зимний период основной акцент в этом случае на чередовании тренировок в первой-второй зоне, так называемой, или, как я их люблю по старому советскому, советской классификации, и говорить в восстановительный или развивающий режим. В пульсовом выражении у большинства бегунов это диапазон 120-135 ударов в минуту для первой зоны и 140-155 для второй зоны. Причем я вот рекомендую не делать в одной тренировке, то есть чуть-чуть пробежали помедленнее, потом половину быстрее, потом опять помедленнее. Почему так? Потому что не зря их называют восстановительные и развивающие. В развивающем режиме или во второй зоне вы все-таки развиваете свою аэробную выносливость. И она наиболее эффективна. То есть вы еще не залезаете ни в какие там... Долг кислородный, можете бежать достаточно продолжительное время, более даже двух часов с такой скоростью, с такой интенсивностью. И что касается восстановительного бега, то есть здесь он именно восстанавливающий в каком плане? Он активизирует кровообращение в работающих мышцах, чтобы выводить продукты какие-то распады мышечной жизнедеятельности предыдущего дня или предыдущих дней, но при этом не загоняет вас в какой-то долг энергетический и другие. Поэтому, если соблюдать этот принцип, вы себе создадите очень хороший фундамент для весенне-летнего сезона, то есть для весенних тренировок, когда будете увеличивать и объем беговой, и скорости, то это будет очень хорошей базой. И чтобы от бега в затрудненных условиях зимних, в частности, вот по снегу, по выпавшему, техника не ломалась, нужно добавлять упражнения на развитие силы и подвижности в суставах. И, в частности, это три самых важных сустава по подвижности у бегуна. Это тазобедренный, голеностопный и плюс нефаланговый сустав большого пальца. Подробно я об этом рассказывал в вебинаре ОФРП для бегунов. Он доступен на канале. Пожалуйста, кого заинтересовало, можете, или кто не видел, посмотреть и узнать об этом подробнее. Какие же беговые упражнения можно делать зимой? То есть я вот, их, конечно, большое количество существует. Не обязательно делать прям весь арсенал, тем более, что многие из них требуют все-таки действительно качественного покрытия и теплой погоды. Но вот четыре таких вот базовых, которые я называю, это семенящий бег, бег на прямых ногах, бег с высоким подниманием бедра и подскоки, быстрые подскоки. Что они из себя представляют? Немножко подробнее. Семенящий бег выполняется, ну, как сказать, с положения стоя, вы встаньте и просто на месте попробуйте, не отрывая пальцев ног, носков от поверхности, просто поочередно поднимать пятки. Вот поднимаете пятки, при этом руки вдоль тела. Здесь вот у нас на слайде у девушки руки согнуты в локтях. Я больше, большинство тренеров рекомендует бегать с расслабленными руками, чтобы фокусироваться только на положении корпуса прямом и на работе стоп. То есть колено и бедро при этом поднимаются вперед-вверх только за счет того, что вы стопой как бы подбрасываете голень вперед-вверх. Пятка не должна заходить за воображаемую плоскость, образованную вашим телом. То есть когда вы бежите, пятка, вот носка поднимается вперед. Вот. Бег на прямых ногах выполняется коротенькими шагами, то есть маленькие такие пружинящие шаги, даже можно меньше, чем амплитуда, чем вот нарисовано, особенно для начинающих. Чем он хорош? Тем, что вы, когда так будете бежать, вы будете приземляться и отталкиваться только подушечкой стопы передней части. То есть чтобы приземлиться на пятку или наоборот держаться только на носках, вы будете специально... На пятку вообще это очень специально постараться и больно будет. А на пальцах, на носочках тоже это то, что не нужно бегуну бегать на пальцах. Это нужно будет вытягивать носок. Здесь же вы сохраняете угол галлиотопного сустава около 90 градусов, примерно прямой, и вот такими короткими шагами продвигаетесь вперед. Далее. Бег с высоким подниманием бедра вырабатывает, ну, во-первых, помимо подъема бедра самого, а нужно сохранять вертикальность тела. То есть прямой корпус, не отклоняясь вперед и не отклоняясь на линии назад, и не перегибаясь в поясе, не наклоняясь плечи вперед. Голова является продолжением линии тела и тянется макушкой в небо. При этом голеностоп и пятка следуют по траектории образованной, то есть вот вы как колено, следует за коленом фактически. То есть вы поднимаете колено, и пятка идет за ним. То есть она не выхлестывается вперед и не поджимается под ягодицу. А когда вы подняли, опускаете ее просто, опять же, под колено. И таким образом вы будете вырабатывать себе такой двигательный стереотип, не выхлестить голень. Это очень частая ошибка у большинства бегунов-любителей. Когда после выноса бедра вперед люди в стремлении добиться широкого шага выхлестывают голень вперед и приземляются на пятку. Вот если с минимальным продвижением делать бег с высоким подниманием бедра, то это будет вырабатывать вот такой вот стереотип приземления у компактного шага. И подскоки, они выполняются, то есть вы делаете отталкивание одной ногой, на нее уже приземляетесь, и вторая нога ставится после приземления вперед. При этом есть разновидность этих выполнений подскоков, быстрые и медленные. При быстрых акцент на отталкивание и на вынос бедра, при медленных можно колено поднимать даже наполовину от того, что на рисунке показано. А важнее выполнение это быстро, это движение быстрым, и скачок, и шаг. И мягкая, тихая постановка стопы на поверхность. Вот эти упражнения можно выполнять прямо в процессе бега, пробежки. И важно, то есть по 20-30 метров, важно, когда вы переходите на обычный бег, как бы включать этот элемент в свой бег. То есть вы, выполняя беговое упражнение, делаете его в специфическом таком исполнении, а потом переходите на бег на обычный и пытаетесь, сохраняете ваше внимание на том, что вы только что отрабатывали. Конечно, лучше их выполнять в повторном, то есть туда в одну сторону пробежали, сделали беговое упражнение с небольшим пробеганием, вернулись шагом и опять делаете следующее. Почему это важно? Потому что нужно делать на свежачка, то, что называется, то есть чтобы вы были не уставшие, чтобы вы могли контролировать свои движения. Когда мы устаем, мы всегда теряем контроль над движением, над правильностью движения. И что же делать можно, если вот на улицу все-таки хочется, вы запланировали, а погода не позволяет. То есть на улице сильный мороз, сильный ветер или снег выпал такой, что расчистить его только через два дня. Можно идти в фитнес-клуб. То есть если у вас доступ к фитнес-клубу или просто к залу какому-то, то он вам в помощь. И какие здесь можно делать упражнения? Вот я их разбил на такие группы, на пять групп. Конечно, классификация не исчерпывающая, но тем не менее вот такая. Первая – это планки. Планки тоже всем известны, приобрели популярность в последнее время. Они могут выполняться как в статическом режиме и также в динамике, то есть изменениями с отведением ног и рук в положении четвереньких. Важно сохранять, здесь еще такой момент, важно, чтобы ваша поясница не прогибалась. То есть не делала большой прогиб, таким образом не вырабатывая такой стереотип положения с прогибом. То есть таз нужно подтянуть как бы вперед к себе. Другие упражнения-стабилизаторы – это базовые стойки на одной ноге с слегка разблокированным коленом. То есть одна нога поджата, другая нога прямая, но слегка согнута, не заблокирована. И различные ее вариации. То есть небольшие полуприседы, закрывание глаз и движение ноги вперед-назад. Также включать, если вы очень хорошо освоили, то включать нестабильную опору. Упражнения на подвижность суставов. Я поставил здесь знак равенства йога, то есть их достаточно много. Самое главное в три сустава – это самых важных, не все главные, все важные, но для бегуна важны отведение в тазобетном суставе назад, подвижность, тыльное сгибание в голеностопе и вот большой палец. Это йога, в частности, упражнение на стопу. Тредмилл. Тредмилл или беговая дорожка. Что это такое, что за зверь? Наверное, я не люблю слово беговая дорожка, потому что на стадионе тоже беговая дорожка. А вот трредмилл – это английский термин, дредбанд – немецкий. Значит, это лента, которая движется. Раньше я как-то был не сторонник. Вообще меня спрашивали, когда я говорил, нет, это совсем не то, это суррогат. Но мнения меняются, в том числе я лично прошел через тренинг в Лондоне, когда нам показывали, в том числе и на беговом упражнении, прошу прощения, на трредмилле. То есть можно делать следующие упражнения. Во-первых, чем он хорош? Тем, что тренер может рядом находиться, если он есть у вас, и прямо корректировать на месте. То есть на улице или на стадионе можно корректировать, но так вот подвинуть прямо, как я делаю, подвинуть плечи, подвинуть, поправить корпус. Даже ноги можно на движении подвинуть на трредмилле. Если же тренера нет, то можно отрабатывать некоторые упражнения. Самое такое базовое упражнение направлено на поддержание вертикальности тела, чтобы вы не перегибались в поясе, не наклонялись и, соответственно, не провоцировали себя же на выходе голени вперед. Нужно установить скорость движения трендмилла на комфортной ходьбе, то есть 4-5 кант в час. И когда вы примете хорошую позу, то есть вертикальное тело, вы как бы лидируете себя, ведете себя центром грудной клетки, фигастральной областью, то есть не животом и не плечами, а вот центром. Голова смотрит строго вверх, руки расслаблены, работают. Сделали несколько таких вот шагов, или минуту пройти, и надо сделать три прыжка на двух ногах. Три прыжка на месте, но поскольку лента продолжает двигаться, вам придется прыгнуть вперед. И практически у всех, кто попробовал это упражнение, включая меня, первые один-два раза или больше тело будет раскачиваться вперед-назад, в поясе перегибаться. Но хорошая новость в том, что вы очень быстро поймаете на подсознательном уровне, как нужно напрягать мышцы торса, как затем не напрягать, а задействовать, чтобы сохранять тело вертикально. То есть вы будете двигать только ногами, стопы пружинищим, быстренькие прыжки такие должны быть, не мощные отталкивания, когда так со скакалкой. Раз-два-три. Потом опять пять шагов обычных. И так чередовая. Три прыжка, пять шагов. Пять шагов, три прыжка. Если это делать упражнение просто буквально по 2-3 минуты, а потом видеть скорость и побежать, но при этом запомнить на уровне мышечного ощущения, как вы задействовали свой торс, чтобы удержать вертикальное тело. И дальше вот большой плюс этого тренажера – это снимать свое видео. Если есть возможность кому-то посмотреть, то прекрасно. Если этого нет, то даже просто вы поставите на треногу или на стул какой-то планшет, телефон, видеокамеру, потом посмотрите это в замедленном повторе, то это будет прекрасный такой тренажер. То есть тренирующее средство. Можно сравнивать это, свое видео с хорошими бегунами. Можно сравнивать это с записью бега. Там YouTube Лянин Швецов – естественный бег, наверное. Многие видели его. Но также хороший очень метод – это сравнивать себя с собой. То есть первое – это себя с собой первого там ноября, потом первого января и первого декабря. Ну, то есть с интервалом каким-то, да? Второе – это сравнивать себя с собой в начале тренировки и на фоне усталости уже. То есть это особенно эффективно, когда вы уже немножко занимались над техникой, улучшили ее, то есть зафиксировали это, но делайте еще это на уровне так называемой третьей стадии, когда у вас на стадии осознанной компетентности. То есть вы уже знаете и можете контролировать себя, но на фоне усталости может эта техника сломаться. Вот. Если же не есть желание, у нас есть такая услуга платная, анализ техники бега, можете прислать нам. И последняя группа – это упражнения, которые можно делать в зале, круговые тренировки. Здесь даже тренажеры необязательны. В чем она заключается? То есть обычно подбирается набор упражнений. Обычно это 4 до 10 упражнений, которые выполняются в достаточно высоком темпе с маленьким отдыхом между упражнениями. От 10 до 30 секунд. Иногда даже можно просто переходить от одного упражнения к другому или от одного тренажера к другому. И как они подбираются? Вам нужно задействовать разные группы мышц. То есть примеры самые простые. Бицепс-рицепс, пресс-спина, сгибатели-разгибатели ног, бедро, голень. И я думаю, что если вы обратитесь к тренеру, будет это даже небольшая, небольшую плату, он вам подберет вот этот вот комплекс упражнений. Конечно, надо говорить, что вам нужно упражнение специфичное для бегунов. То есть мышцы, которые вы задействуете. Это сгибатель бедра, микроножная мышца, мышца стопы и торса для поддержания позы правильной. Можно делать эти, если вы делаете более чем один трог, то между ними можно делать небольшой отдых 2-3 минуты или, если есть трендмил, небольшая пробежка. То есть вы этой пробежке в легком-легком темпе. Вы с помощью нее быстрее освободите мышцы от накапливающей молочной кислоты. То есть помните, я когда сказал в начале вебинара сейчас о восстановительном беге, вот это то самое назначение восстановительного бега, которое нам нужно. И хочу сказать, что вот про трендмил опять вернуться. Бегать на трендмиле можно, но не надо бегать только на трендмиле. И чтобы, то есть нужно бегать и на нормальной поверхности, обычной, и там включать. Потому что люди, которые бегают всю зиму только там, а их потом весной легко очень увидеть. У них вертикальные колебания очень выраженные и шаг такой затянутый. Они широкими шагами бегут. Я буквально вот на недавно прошедшем вебинаре имел возможность убедиться. Один из участников вот занимался прошлую зиму. Очень хороший бегун, кстати, любитского уровня. Ну вот у него вот такой вот недочет в технике. Очень затянутый шаг. И здесь несколько правил таких надо соблюдать, которые учитывать, точнее не соблюдать, а учитывать. Когда вы начинаете бежать на трендмиле, через 3-5 минут втягивающей фазы разминочной, нужно поднять уклон на 2-3 градуса. В таком положении в этом случае ваш бег на трендмиле биомеханически будет более приближен к бегу по реальной поверхности. Можно также, конечно, есть трендмилы дорогие с изменяющимся углом, то есть вы задаете трассу и он сам вам меняет. Но это не везде есть, но уже ваш выбор. Когда вы бежите, пожалуйста, не воодушевляйтесь цифрами своей скорости, потому что они отражают не вашу скорость бега, а скорость движения ленты. Все-таки это не одно и то же, надо понимать. И когда вы будете выехать на улице на дорожку, то есть, прошу прощения, на нормальную трассу, не разочаровывайтесь в том, что вот вы в зале бегали вот так хорошо, быстро, а здесь вы вот так плохо. Это не только потому, что на вас больше одежды и мороз на улице, а потому, что просто это не одно и то же. И вот упражнение чередования бега-ходьба я только что рассказал, и про использование предмила для съемок видео. Кстати, еще одно упражнение, которое следует упинуть, это вот бег с быстрым подхватом пятки. Конечно, его лучше выполнять с тренером, чтобы правильной траекторией движения пятки была. Ну, фактически она должна вот в момент, когда нога покидает опору, отрывается от поверхности, вот эта линия, образованная выпрямленной ногой, является в идеале траекторией движения пятки к ну, к себе, к ягодице. То есть, она заканчивает путь не посередине ягодицы, а под ней, как бы, в месте перехода в заднюю поверхность бедра. Тогда вам будет быстро, наименьший путь будет пятка проходить, и вы будете быстро ее снимать. И раз вы будете быстро снимать, то вы другую ногу будете быстро ставить. Это тот самый компактный бег, который описан в книге «Естественный бег», и который, собственно говоря, будет, мы называем естественным. Вот. Если же вы готовитесь, выбрали себе весенний старт, готовитесь к нему, ну, как правило, это конец марта, начало апреля, середина апреля, то здесь несколько советов таких, которые тоже можно, ну, нужно применять. Первый – это для поддержания боевого духа такого и морального мотивации принять участие в зимних стартах. Здесь только надо учитывать, что не показать высокий результат, то есть показать лишний рекорд или там близко к этому невозможно, ну, по причине того, что, во-первых, холодно, много одежды, и, во-вторых, покрытие может быть, скорее всего, скользкое, но получить заряд возрасте и спортивного азарта, а также сделать тренировку вот как раз на интенсивном, в интенсивном режиме, это очень даже хорошо. То есть при этом, если совсем минусовая температура сильная, то, конечно, подбирать интенсивность бега такую, чтобы вы могли сочетать дыхание носом и ртом, ну, чтобы воздух прогревался, потому что это последнее, что вы хотите на старте и на тренировке еще и простудиться. Что касается тренировок, то, конечно, важно включать свой недельный план, хотя бы одну тренировку, направленную на поддержание этого магического панно или порога анаэробного обмена. Не обязательно должен быть темповый бег, это могут быть длинные отрезки, повторные, то есть от 5 до 10 минут несколько раз повторить их, с небольшим отдыхом. То есть таким образом, если вы найдете участок какой-то наиболее благоприятный для быстрого бега, да, это в условиях зимы, конечно, нелегко, но тут главное не скорость бега, а интенсивность. Интенсивность, измеряемая в частоте сервисов сокращения. то есть вообще бы я на месте вас не обращал внимания на ваши GPS-датчики, да, то есть на пульсометр смотреть. И это то, что фактически вас будет тренировать. Вот, и я могу сказать, убедиться, у меня очень такой последовательный ученик есть, который всю зиму готовился к важному весеннему марафону, и все время мне задавал, периодически задавал вопрос, вот, как же так, я не могу, я вот летом бегал быстрее, а результат готовился сейчас, ну, результат показал медленнее, чем хочу сейчас. Просто это вот так. Когда я все время повторял ему, подожди, придет асфальт, придет тепло, и побежишь быстрее. И так случилось, поэтому, пожалуйста, вот, пульс, это ваш основной показатель. Вот, при этом, если старт сезона главный намечен на апрель, то есть очень вскоре после того, как снег растаял, то очень полезным будет за 3-4 недели до марафона поехать в теплые края. Продолжительность такого вот мини-лагеря, ну, 10-15 дней. Меньше, конечно, тоже будет полезно, но меньше, сами понимаете, переезд, там, 2-3 дня акклиматизация, потом меньше будет. Ну, дней 10, то есть профессионалы тренируются, на 3 недели едут. Ну, понятное дело, что мы не профессионалы, включая меня уже сейчас, поэтому вот эти 10-15 дней, они вам дадут прибавку существенную скорости и подбодрите себя хорошей погодой. Если это, то есть, причем, не обязательно там Турция и Кипр, да, для кого-то недоступно в силу разных причин. наш чудесный Шочи или наш другой регион, приобретенный. Вот, очень уже теплые в это время, вплоть до того, что и на некоторые дни можно в шортах побегать. Вот, в Сочи мне очень нравится, возможно, мы даже это весной, вот, в весенние каникулы поедем, организуем там лагерь для любителей. Если у вас школьники, дети, то они будут вообще рады, я думаю, там в аквапарк походить и так далее. Вот, и также, как тренер по бегу, я все равно включаю, ну, своим ученикам по желанию, конечно, другие виды спорта, другие виды активности, которые я рассматриваю как кросс-тренинг. То есть, если вы триатлет, то плавание для вас, конечно, не кросс-тренинг, для бегуна чистого, это вот такой. Причем, может, к этому относятся не только велосипед и плавание, но и любые спортивные игры. Важно только, как бы, помнить, если это футбол, то, чтобы азарт не приводил к получению травмы. То есть, выбирайте себе команду. Это могут быть даже настольные теннисы, ходьба простая. Ну, пожалуй, шахматы только не относятся. Вот, но понятное дело, что мы живем в такой стране, что сам Бог велел нам зимой лыжи включать. Чем лыжи хороши? Конечно, движения лыжника, они технически существенно отличаются от движения бегуна, но именно включение мышц, ног, ну, и также торса в работу в другом режиме, оно дает отличную нагрузку, другую, по своему типу, и в этом отношении как бы имеется профилактика травмы. кроме того, переключение на движение с практически полным отсутствием ударной нагрузки, оно снизит и стресс на суставы, и на связки, которые их поддерживают. То есть, вплоть до того, что если у вас какой-то намек на травму, можете заменить на лыжи несколько дней подряд. При этом, если вы владеете лыжами достаточно хорошо, то есть, координация у вас, то можно даже делать тренировки в третьей зоне интенсивности, то есть, темповый бег. Просто, если вы не им владеете, то лучше этого делать не надо, потому что это будут падения, это будут какие-то еще неприятные моменты. Конечно, травма от такого падения на лыжах вряд ли получить можно, но тренировка все-таки превращается немножко в другой вид деятельности. Плавнее же лучше рассматривать как восстановительную тренировку, и здесь, помимо того, что ударной нагрузки нет, еще и гравитация существенно снизилась, то есть, почти в невесомости находимся. И кроме того, если в выбегу на ваших мыслях есть далекие планы о триатлоне, мысли, то включение плавания в тренировочный арсенал позволит развивать себе такое качество, как чувство воды. Это вот плавцы знают, о чем я говорю, наверное, конечно, лучше меня. При этом плавать желательно в таком размеренном темпе. Если же вы все-таки хотите быстро плавание включить, то я не рекомендую без тренера это делать, без плавательного тренера, потому что так и в беге лучше сначала технику освоить плавание, которая для меня, например, намного сложнее. Я участвовал несколько раз в комбинированных семинарах очных по плаванию плюс бег. Бег я вел сам как тренер, а в плавании участвовал как такой же любитель, как другие участники. И я понял, что с меня можно снимать видео, как плавать не надо. Сначала лучше освоить это, и потом уже переходить к увеличению скорости плавания. Что касается одежды, очень частый вопрос, одежда бегуна в зимний период, то здесь принцип трех слоев. В чем они заключаются? Первый слой самой ближней кожи, это тонкая одежда, которая пропускает сквозь себя влагу, то есть не накапливает ее. Конечно, совсем сухой она никогда не будет, но по крайней мере она не будет прилипать, так как хлопчат бумажные футболки, когда я начинал заниматься бегом в 80-е годы, то через 30-40 минут бега они прилипали. Второй слой, практически у каждого производителя есть такой вид ткани, второй слой это термоизолирующий в зависимости от температуры разной плотности, разной толщины, ну, как правило, это разные вариации флиса. И третий слой это ветрозащитный. Если как такового сильного ветра нет, то можно использовать, сейчас очень много курток выпускается, хорошие, как правило, они лыжные, у лыжников можно найти, которые сочетают в себе ветрозащитный, как правило, спереди, то есть грудная клетка защищена от ветра даже того, что вы движете, движение воздуха, а сзади более пропускающие, то есть влагопропускающие какой-то материал. Ноги же, поскольку ноги активно работают, то можно двумя слоями обойтись, вот, и опять же, в случае штанов есть такие штаны, которые имеют два слоя, ветрозащитные и теплоизолирующие. Вот, а вот кисти и голова, это отдельная совсем история, кисти и голова, они не, ну, мало участвуют, практически не движутся, и на морозе через голову очень высокий, до 90% тепла теряется через голову. Вот, и для рук, если есть сильный мороз или комбинация его с ветром, то лучше одевать не перчатки, а варежки, потому что один палец, когда большой, замерзнет, его можно с братьями объединить своими, и он согреется, а пальцы, если замерзнут в перчатках, то уже согреть их очень трудно. Вот, шапочку же подбирать, там, ну, у каждого немножко, здесь более широкая вариация, но если есть мороз там ниже 15 градусов или ветер, то обязательно, чтобы мочки ушей были закрыты, потому что они замерзнут, отморозятся, и потом будут шелушиться, даже не заметить. Вот, тоже пройдено на своем опыте. А лицо же защищать лучше всего кремом, сейчас их большое количество, защита от мороза, ну, можно даже детский крем, именно защитный от мороза. Важно только, чтобы наносить его не более чем, то есть, не менее чем за 5 минут до выхода, чтобы влага из него успела или впитаться, или испариться. Вы не хотите, чтобы влага кристаллизовалась, когда вы намазались, сразу выходите. Вот, и последний элемент одежды, точнее, экипировки, это обувь. Конечно, она имеет традиционные различия в зависимости от назначения бега, более быстрый, более медленный. Но по зиме актуально, конечно, это шипы. То есть, я сам отбегал несколько сезонов в обуви с шипами, но здесь, как вы, наверное, знаете, мой пунктик, это толщина подошвы, первое, и соотношение толщины под пяткой и носком. То есть, старайтесь подбирать себе с минимальным перепадом обувь от пятки к носку, и второе, старайтесь снизить свою зависимость от шипов. В чем она заключается? Я вот весь прошедший сезон зимний 2015 года отбегал в прекрасной двух парах моей любимой ныне марки, да, Viva Barefoot, вовсе не убеждаю вас, что вам обязательно сразу с них начать, да, есть и у других производителей с шипами, но с резиновыми выступами. Но в чем ее плюс? В том, что она будет, точнее, не ее плюс, а в чем плюс зимы еще здесь? Что скользкие, ну, чуть более скользкие поверхности по сравнению с асфальтом, они будут у вас на подсознательном уровне вырабатывать и более этот компактный шаг. То есть, вы быстрее будете ногу ставить, быстрее снимать, меньше отталкиваться. Это вот то, чего можно достигнуть в целенаправленной работе на технике бега. И, то есть, представьте, вы снимаете ногу с минимальным отталкиванием и ставите ее близко к своему центру тяжести. То есть, вот этот элемент проскальзывания как результат получения травмы, он минимизируется. И для этого, собственно говоря, чтобы вот это стало наиболее легко, возможным, мы разработали дистанционный курс техники естественного бега, который стартует первый, вот сезон первой, точнее, группы 22 октября, то есть, буквально очень скоро, через неделю. А в чем он заключается? Вот вы можете спросить, а как же так мы можем дистанционно технику бега преподавать? Вот, такого курса аналогов его нет, нигде, даже в англичном пространстве, собственно говоря, направленного для тех, кто не может посетить семинар, не может, или вообще живет в другом городе, куда тренер с семинарами по технике бега ездит, ну и своих тренеров нет. Не секрет, что сейчас достаточно нелегко найти тренера. Поэтому вот этот онлайн-курс, он разработан рассчитан на 12 недель, в чем его такая вот уникальность, в том, что я буду делать видеоанализ техники бега, будет он трехкратный, то есть в самом начале, чтобы мы ваш исходный бег засняли, потом в середине курса мы будем сочетать, то есть в начале нагрузки и когда вы в состоянии небольшой усталости и в конце курса, когда уже вы, мы будем как бы собирать все воедино, плюс будет видеоанализ выполнения беговых упражнений, чтобы вы как бы убедитесь, что вы выполняете их правильно и вырабатываете правильный двигательный стереотип. Также будет 4 вебинара по технике бега и по подготовке к забегам, то есть не только мы о технике будем говорить, а 12 сессий с ответами на ваши вопросы. Опять же, вопросы будут не обязательно относиться к технике бега, и конечно приветствоваться будут вопросы, которые относятся к курсу. Все упражнения будут сопровождаться фото- и видеоинструкциями, чтобы вы действительно поняли не просто описание, которые как книжки. У каждого участника будет свой личный кабинет и будут планы тренировочные, то есть упражнения будут подпираться согласно вашему исходному бегу. И также будет другой полезный контент, который будет доступен вам постоянно, то есть даже после окончания курса. Мы также создадим закрытую группу в Фейсбуке, где вы можете делиться между собой. То есть я вас не изолирую друг от друга. В результате вы приобретете красивую, правильную, экономичную и самую технику бега как у лучших бегунов мира, как профессиональных, так и любителей. И в результате я надеюсь, что вы получите вдохновение на беговые занятия на весь сезон 2016 и следующих годов. Самое главное, чтобы вы сохраняли эту технику бега, то есть вы отрабатывали, точнее, выполняли эти упражнения в будущем, как вот музыкант играет гаммы, я люблю проводить пример параллель, также и вы будете, но когда вы их освоите уже выполняя правильно, то это будет гораздо легче делать. Курс разбит на 4 блока, вот здесь можно с ними ознакомиться, то есть мы сначала оцениваем, как я уже сказал, уровень вашей техники бега и будет несколько тестов, выявляющих подвижность в суставах, какие-то недостаточности, слабости или дисбаланс мышечных групп, и соответственно этим будут подобраны упражнения. Потом я сделаю анализ этих упражнений, которые вы выполняете, чтобы вы могли внести коррекцию, и начнем работать над беговой силой, то есть те специфические упражнения, которые тоже для бегуна нужно выполнять. В третьем блоке оценим промежуточный прогресс, чтобы вы хотя бы видели, что вы движетесь поступательно, при этом продолжать будем работать над беговой силой, и подвижность этого, эти упражнения будут желательно в вашем арсенале и после окончания курса. И последние три недели мы собираем все воедино, делаем еще один видеоанализ, фиксируем ваши результаты, вполне возможно, что может даже будет их больше, чем три, если потребуется, но по крайней мере это будет несмотря на групповость этого курса, задания будут иметь индивидуальный оттенок, зависит от того, как от ваших потребностей. Всего будет 15 мест в этом курсе, собственно говоря, мы их несколько уже человек выкупило их, поэтому пожалуйста смотрите информацию об этом курсе на сайте леонидшевецов.ру Как я сказал 12 недель и если у вас сейчас есть вопросы, у нас несколько минут есть, чтобы я их ответил, пожалуйста, пишите. леонидшевец. Спасибо. Что-то я не знаю, видно меня, слышно, но вот по маленькому курсору звука. Так, вот первый вопрос. В южных краях лучше бегать босиком по пляжу или в кроссовках? Босиком бегать можно, даже нужно, но босиком бегать по мягкому пляжу, по песку, по рыхлому, по сухому, это совсем другой цель такой бег преследует. Он очень сильно нагружает связки, голеностопный сустав в частности, поэтому с непривычки можно очень сильно, то есть в очень малом количестве надо такой бег дозировать буквально в несколько минут. Что касается бега по плотному песку, то тут два момента есть. Первый это то, что вы же бежите вдоль воды, то есть уклон есть, и очень продолжительно в одном направлении не стоит бегать, чтобы не фактически выбежать по наклону и перекос постоянным голеностоп обоих. То есть бегать туда-обратно, ну, пускай это будет скучновато, но вот зато меньше шансов травм получить. А второе это то, что вам стоит именно бег босиком, как развивающий, да, привет, Алексей, помню тебя, развивающий технику бега, то как раз он должен выполняться по твердой поверхности, по обычной. Но опять же, здесь ее нужно дозировать в очень малом количестве, то есть начинать буквально с двух минут, то есть завершать свою пробежку, развиваться, даже с одной минуты, может быть, если у вас кожа чуть виденная. Тогда вы не перегрузите свои связки, вы будете бежать аккуратно, короткими шагами, но в том стиле, к которому нужно стремиться. В рамках этой программы возможно составление плана тренировок под марафон в марте. В рамках программы, конечно, нет. Это совсем другая, это индивидуальный тренинг, то, что я, услуга такая у меня есть, но она очень ограничена по количеству, то есть я веду всего 10 человек одновременно, не больше. Периодически места освобождаются, когда люди пробегают в марафон и решают дальше самостоятельно. Но это об этом, пожалуйста, в отдельном письме пишите на электронную почту или на Facebook. Да, это вот или отдельно без курса возможности индивидуальной программы. Как таковой программы я сразу на весь период создать невозможно, потому что это в книгах все описано. Есть программа, которую я пишу понедельно. То есть неделю человек получил задание, оттренировался, предоставил отчет, то я отпишу дальше. Будет ли подобный курс ближе к весне? Да, конечно, будет. Мы даже планируем его, если будет потребность. В нем вот этот курс начнется 22 октября, закончится, соответственно, через три месяца, то есть примерно в конце, во второй половине января. И, наверное, мы стартанем очень вскоре следующий. Я переведу дух, потому что все-таки много очень работы с каждым из участников, поэтому ограниченное количество 15 человек, но это будет. Если мне удастся привлечь еще тренеров, то будем способны больше людей переварить. как правильно дышать на морозе? Да, хороший вопрос, спасибо. Я его уже освещал в рамках курса осознанного бега компании BeFit24. Здесь это я как бы свой взгляд отражаю, вы, может быть, другое услышите, но вот я так. То есть на морозе, как я сказал, сочетание носового и ротового дыхания. Но это нужно, как вы понимаете, для того, чтобы воздух чуть-то прогревался и чуть-чуть увлажнялся. Морозный воздух гораздо более сухой и он чуть-чуть обжигает. То есть термическое повреждение, только оно не горячее, а оно колдовое. Вот. Балаклава. Балаклавы, шарфы и тому подобные прикрытия для рта и носа. Я не сторонник их использования даже в сильный мороз. То есть лучше прикрыть подбородок, чтобы подбородок не отморозить. Но балаклава должна иметь отверстие. Почему? Сейчас объясню. Потому что вы когда выдыхаете, мы выдыхаем когда, всегда воздух более влажный, существенно намного более влажный, чем вдыхаемый. И эта влага оседает на нашей защите. Поэтому, да, и когда мы снова новый вдыхаем, то он опять морозный, но он часть этой влаги забирает на себя. Морозный и влажный воздух. Вот жители Петербурга, мне сейчас, если кто-то есть, подтвердят. И это очень-очень ядреная смесь. То есть он, я помню, когда я первый раз в Питере был, был февраль, начало февраля, такой легкий ветерок с Финского залива, мне показалось минус 20, на самом деле было минус 3, потому что этот воздух был влажный, морозный. поэтому вот таким образом дышать. То есть лучше бежать помедленнее, если обжигает воздух, но дышать тем воздухом, который напрямую поступает. Тем, кто посещал учебный семинар, имеет ли смысл участвовать в этой программе? Я не скажу нет, то есть он имеет смысл, но если вы хорошо освоили, то есть вы помните, что в процессе семинара я вам сказал, да, у вас хорошо, и вы сами на уровне своих мышечных ощущений уловили, то вы можете тренироваться самостоятельно. Здесь просто более расширенный он будет, более предметная программа, хотя вы должны были получить либо в рассылке, либо кто сейчас был, получили брошюрку нашего нового такое изделия. Поэтому решайте для себя сами, может быть, попробовать пока самостоятельно, потом записать себя, сравнить, написать на видео, вот, и как вы себя будете чувствовать, дальше решите. Было воспаление подошвенной фасты, и врачи сделали противооспалительный укол, когда можно начинать бегать. Ну, во-первых, противооспалительный укол, есть стероидный, есть нестероидный, есть гомеопатический, вот это важно знать, но раз они вам сделали, это, скорее всего, был врач, имевший дело с спортсменами, и он должен был вам сказать, то есть, ну, самое главное, это, конечно, какое средство было сделано укол, был укол, вот, хорошо бы посчитать это с последующим физиотерапией, опять же, здесь очень, ну, я не возьмусь давать рекомендацию, что именно делать, какие кроссовки с металлическими шипами вы не рекомендуете, а, вернее, прошу прощения, а какие кроссовки с металлическими шипами, да, я же упомянул, я сам в них бегал, но из тех, которые есть, в частности, я бегал в Асиксе, кто меня видел на фото много, да, более 10 лет, у них вот эти Асикс Арктик, очень хорошие, качественные шипы, сейчас они сменные делаются, но пятка толстая, она будет вас, конечно, провоцировать на бег с пятки, с пахлистом, но здесь, да, здесь, если уж вы бегаете просто по скользким поверхностям, то, наверное, шипы будут хороши, ну, повторюсь, если я, вот, если бежать более правильно, то, ну, и, конечно, не пойду, то достаточно кроссовки просто с выступами хорошими. Как относитесь к бегу зимой в Манеже? Да, я прошу прощения, что я не упомянулся, совсем в сёчном рассказе, должен, хотел упомянуть, как-то вот у меня на зал я съехал, а скоростная темповая работа на коротких виражах, ну, здесь, конечно, в каждом Манеже свои виражи, но в Саратовске Манеж очень маленький, 150 метров, старый Манеж, и я очень много лет пробегал в нем, то есть, вплоть до 15 км темповый бег даже делал, но, да, делать можно эти тренировки, даже нужно, то есть, те же интервалы на скорости панно, темповый бег и более быстрые отрезки в интенсивном режиме, да, конечно, это очень, если у вас есть к этому доступ, это очень большой плюс. Я правильно поняла, что вы советуете бегать зимой в шиповках? Нет, не в шиповках. В шиповках бегать любителям я не рекомендую. Это очень острое упражнение, то есть, она вас, в шиповках, как правило, толщина, суммарная толщина подошвы под подушечкой под передней частью стопы, она больше, и вы можете просто икор своих лишиться, ну, в кавычках, конечно, выражаясь, фигурально. Вы сможете, не надо бегать в шиповках, шипы, кроссовки с шипами, я имел в виду. Тогда да. Сколько времени должна занимать подготовка к зимнему полумарафону? Ну, какое отличие имеет зимний полумарафон и другие сезоны? То есть, если вы с салона начинаете готовиться, то я уже статью на эту тему писал, можете поискать, у меня их не так много, на сайте ориенчвецов.ру несколько мыслей об подготовке к полумарафону. То есть, если вы начинаете с нуля, сначала поработайте над техникой, силой и гибкостью, и потом постепенно включать уже упражнения, точнее, тренировки над выносливостью. Поэтому, если вы уже бегающий человек, то и не хотите свою технику менять, а бегать той, которая вас удовлетворяет, травм нет, то, пожалуй, месяца два но здесь такой достаточно общий вопрос, надо знать, какие у вас исходные данные. Во время бега на 100 километров после 4 часов забиваются ноги. Это недостатка ФП или нужно увеличить объемы? Усталость, не чувствую, что делать? Вполне возможно, скорее всего, это дефект техники бега, и здесь сколько из 100 километров вы бежите? 6,5-7 часов или больше? То есть любительский бег у вас. Здесь, скорее всего, комбинация нескольких факторов, то есть и УФП, и техника. Потому что, если вы ставите, причем, когда такие вот ультрамарафонские дистанции, конечно, речь о постановке бега с передней части стопы не идет, но важно здесь ставить ее просто близко к себе. Если вы будете стараясь величие скорость тянуть шаги, выхлестывать ногу впереди себя, то это тупиковый путь. У хороших сверхмарафонцев, ультрамарафонцев шаги очень маленькие, меньше метра. Но зато они их быстро переставляют, даже у высоких. Почему нельзя дышать только носом? Можно дышать только носом, просто надо понимать, что нос, особенно в мороз, просто скорость будет медленнее, потому что очень хорошо, воздух прогревается, увлажняется, носовые раковины внутренние проходят сквозь них. Просто сопротивление потоку воздуха гораздо выше именно по этой причине. И вы будете медленнее бежать, то есть раньше достигнете. Вот и все. В этом ничего нет плохого, пожалуйста, можно дышать. Имеет ли смысл мигрировать в манеж или лучше оставаться на улице? Чередуйте, чередуйте. Два манежа, два раза в неделю манеж и остальное время на улице. Очень хорошая комбинация. Конечно, если на улице что-то там было оттепель, а потом все заморозилось, то, наверное, более длинную пробежку манежа имеет смысл сделать. Но здесь другой момент из-за того, что повороты более крутые, по возможности бегайте в разном направлении. Если есть такая возможность, если людей мало, бегите, чередуйте 15 минут в одну сторону, 15 минут в другую или полчаса. То есть чередуйте, чтобы у вас, сами понимаете, когда нога на повороте согнута, наклонена в одну сторону, всегда, даже при уклоне на повороте на гараже в манеже всегда все равно голеностоп чуть-чуть внутри влево сгибается. Оба голеностопа. А где в Саратове и Манеже? В Саратове и Манеже находятся на улице Чернышевская напротив магазина «Реал А. Магнит», то есть по Казавадскому району ехать. Напишите мне, я вам расскажу. На Чернышевской. Он, к сожалению, Саратов миллионный город. Манеж лекалитический доступен только для бегунов три раза в неделю. Вторник, четверг, суббот. Планируется семинар в Екатеринбурге, Казани и Самаре? Да, конечно, приглашайте. Ответим положительно. Пока можно проходить курс, конечно. Семинар, это, да, семинар, это фактически почувствовать то, что вы, ну, за семинар, за одну тренировку, конечно, заменить технику бега. Ну, возможно, но только возможно только вот на сейчас. Почувствовать. И если вы почувствуете, очень хорошо повторять это регулярно. Кстати говоря, забыл сказать, уговор такой, что одно из условий курса, это вы не выполняете больших объемов. То есть, когда технику бега вырабатываете, большие объемы, они будут вас откатывать обратно. И здесь вот надо признаться, если у вас есть какие-то наметки, там, например, на байкальский марафон, и вам надо делать базовые объемные тренировки, то здесь эффективность будет существенно ниже. У Силуянова читал, что можно пано развиваться короткими отрезками по 4-5 секунд с отдыхом 40-50, но около 40 раз. Как вы относитесь к этому методу? Я очень с большим уважением отношусь к профессору Силуянову. Просто честно признаюсь, что на себе не применял. Раз он делал это, наверное, это обосновано. То есть пробуйте, экспериментируйте. Я, к сожалению, так не тренировался, то есть не знаком был с ним, когда бегал. Но есть, у меня даже более того, у меня есть ученик, один тренер молодой, который на себе это применяет. Если интересно, могу с ним познакомить, он очень подробно эту методику знает. Я любитель, у меня много, у меня и моих друзей начинающих марафонцев проблемы, забиваются ноги, организм чувствует себя хорошо, но ноги отстают. Значит, неправильная техника бега? Нет, не только, не обязательно. То есть здесь нужно знать, нужно, ну, база большая, должна быть, а и ровная. то есть, видите, вы начинающие, но уже марафонцы, то есть, насколько долго у вас большой опыт беговой? То есть, если вы бегаете там пару лет всего, то это может быть дефектом, проще, вообще не дефектом, а просто вопросом опыта бегового. Ну, если забиваются, да, то есть мышцы, то вполне возможная техника бега страдает, потому что, ну, потому что как-то или ставите ногу неправильно, либо отталкиваете слишком мощно, вот здесь нужно смотреть. Вот, есть ли особенности питания бегунов перед, после тренировки и перед? Ну, конечно, этому посвящено очень много материалов, статей, перед тренировкой в среднем два часа до и пища такая не сильно белковая, то есть, в ней белок может присутствовать, но если вы стоите к съедите, то он через два часа у вас не переварится. Вот, а после тренировки важно, чтобы питание было, если уж совсем тренировка тяжелая была, то желательно вообще какое-то спортивное питание специализированное употребить в ближайшие полчаса после окончания, потому что у вас такое будет так называемое инсулиновое окно, которое, ну, если вы в это время употребите свое питание и оно усвоится, то вы наилучший эффект получите от тренировки, от восстановления. А есть ли разница в подготовке к марафону или более короткому экзаменационному забегу, такому, как 20 отрезков по 100 метров, 30 секунд бег, 25 секунд восстановления? Конечно, есть, это же совершенно разные режимы энергобеспечения, разные, даже техника бега разная. Вот, она, конечно, имеет общие черты, но спринтерский бег, он, в общем-то, отличается биомеханически и энергетически от бега на выносливость. Поэтому, да, здесь вам в помощь ФВП и в помощь вот более такие силовые тренировки. Потому что, если экзамен надо сделать, то, то есть, прошу прощения, экзамен сдать, то надо специфичную работу для именно этого экзамена выполнять. отец. Продолжение следует...